Дети Большого Толка Дети Большого Толка Дети Большого Толка Дети Большого Толка и хорошо с ней знакомы, но это знакомство поверхностное. Столько всего интересного и невероятного с ней связано, и это несправедливо остается уделом узкого круга специалистов. Мы же стремимся рассказать обо всем так, чтобы каждый, глядя на Луну в ночном небе, мог осознать, какую огромную роль она играла и продолжает играть в нашей цивилизации. Тема нашей программы Луна. А какой климат на Луне? Итак, если вы решите отправиться на прогулку по Луне, то что вас там ждет? Невероятные виды, конечно, но и очень экстремальные условия. Какая погода на Луне? Забудьте о теплых летних деньгах и морозных зимних вечерах. На Луне нет такой привычной нам смены времен года. Там царит вечная зима или вечное лето. Все зависит от того, светит ли на вас солнце или нет? Ведь лунная ось наклонена намного меньше, чем земная ось. Это означает, что на Луне нет сезонов, как на Земле. Однако из-за наклона на лунных полюсах есть места, которые никогда не видят дневного света. Почему так? Все дело в том, что у Луны практически нет атмосферы. Это значит, что нет воздуха, который мог бы удерживать тепло. Поэтому, когда на Луну светит солнце, температура может подниматься до плюс 100 до 127 градусов по Цельсию. А ночью, когда солнце скрывается, она падает до минус 173 градусов. А что с водой? Ученые долгое время думали, что на Луне нет воды. Но недавно они обнаружили, что в глубоких кратерах, куда никогда не падает солнечный свет, может быть лед. Представьте себе, ледяные пещеры на Луне. Так что же такое Луна? Это мир контрастов. Невероятная жара сменяется ледяным холодом. А безжизненная поверхность стоит в себе удивительные секреты. Может ли Луна стать стартовой площадкой для полета ракет в дальний космос? Ученые на Земле, изучая что-нибудь, обязательно задумываются, а как можно приспособить этот объект в хозяйстве. Вот и с Луной также. Может построить на ней обсерваторию или исследовательскую станцию? А может стартовую площадку для полета ракет в дальний космос? Вы справедливо зададите вопрос, при чем здесь Луна? Так вот, если сравнить гравитацию Земли и Луны, то они очень разные. На Луне она меньше примерно в 6 раз. Именно поэтому с Луны очень хорошо стартовать в дальний космос. Любые тяжелые предметы на ней легче и для отрыва от поверхности нужно намного меньше топлива. Таким образом, Луну теоретически можно использовать в качестве промежуточного космодрома для полета в соседние галактики. Однако, существует проблема, с которой ученым еще предстоит разобраться. Это преодоление космической радиации, без защиты от которой полеты астронавтов и электрического оборудования пока невозможны. Луна – естественный спутник Земли. Зачем планетам нужны спутники и почему не у всех планета не есть? На самом деле, у многих планет есть спутники и по многу. В Солнечной системе нет их лишь у Венеры и Меркурия. У остальных планет, за исключением Земли, спутники намного меньше своих планет. У Земли имеется лишь один естественный спутник – Луна, но необычайно большой по сравнению с ней самой. Луна меньше Земли по диаметру лишь в 4 раза. Больше всего спутников у Сатурна, их 83, у Епитера – 80, у Урана – 27, у Нептуна – 14, у Марса – 2, а у Земли – 1. Главная причина такого распределения в том, что большие планеты имеют большую массу, создаваемая ими гравитация настолько велика, что способна удержать на орбите большее количество спутников. А вот планеты земной группы имеют малую массу. Так что все просто. Чем больше масса планеты, тем больше спутников она может удержать. Как часто происходит солнечное затмение? Солнечное затмение выглядит волнующе. Луна полностью закрывает с собой солнечный диск и наступает полная темнота. Это явление во все времена ужасало людей и завораживало. Причем, если раньше люди пугались солнечного затмения и считали, что настал конец света, то сейчас они уже понимают, что происходит, но все равно не теряют интерес и хотят увидеть затмение своими глазами. Удивительно, что Солнце больше Луны в 400 раз, но оно все равно закрывает его полностью, потому что в 400 раз ближе к Земле. Поразительное совпадение. Именно благодаря ему мы видим Солнце и Луну с Земли одинаковыми. Именно поэтому наблюдаем солнечные затмения. Так как часто происходят полные солнечные затмения, и каждому ли человеку в течение жизни посчастливится его увидеть? Важно понимать, что с разных точек Земли затмение выглядит по-разному, а вот длится одинаково, примерно по 7,5 минут. В определенной точке Земли полные солнечные затмения повторяются в среднем раз в несколько столетий, а в других могут быть чаще, раз в 18-20 лет, в зависимости от того, с какого угла смотреть. Как Луна влияет на приливы и отливы? Порой кажется, что моря и океаны могут дышать. На вдохе берега обнажаются, а на выдохе вода возвращается обратно. Эти постоянные изменения уровня воды – это приливы и отливы. А знаете ли вы, кто виноват в этом? Луна. Да, именно Луна, наша ближайшая космическая соседка, заставляет океаны дышать. Ее гравитационная сила притягивает к себе воду, словно гигантский магнит. Поэтому со стороны Луны и с противоположной стороны Земли образуются огромные волны. В этих местах вода поднимается выше. Это и есть прилив. А там, где этих волн нет, вода опускается. Это отлив. Почему так происходит? Все дело в том, что Луна и Земля притягиваются друг к другу. Луна словно вытягивает воду из океанов, образуя два огромных водяных горба. Один горб находится прямо под Луной, а другой на противоположной стороне Земли. Интересно, что Солнце тоже влияет на приливы, но не так сильно, как Луна. Когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию, приливы становятся особенно высокими. Приливы или отливы происходят один раз в 12 часов 25 минут, а время между приливом и отливом составляет 6 часов 12 минут. Так что в следующий раз, когда будете наблюдать за морем, помните, эти удивительные изменения уровня воды – результат космического танца между Землей и Луной. Почему Луна не падает на Землю? Космические танцы гравитации. Представьте, что вы кружите мяч на веревке. Мяч постоянно тянется к вашей руке, как Луна к Земле, но сила вращения не дает ему упасть. То же самое происходит с Луной. Если бы Луна вдруг остановилась, она бы точно упала на Землю под действием земного притяжения. Но Луна постоянно движется вокруг нашей планеты. Это движение создает центробежную силу, которая словно отталкивает Луну от Земли. Все это создает идеальный баланс. Сила притяжения Земли и центробежная сила Луны находятся в равновесии. Это как в качелях. Когда мы садимся на один конец, другой поднимается вверх. В случае с Луной это равновесие позволяет ей вращаться вокруг Земли по стабильной орбите. Что было бы, если бы Луна упала? Если бы Луна вдруг решила нарушить этот баланс и упала на Землю, это было бы настоящим космическим катаклизмом. Столкновение вызвало бы гигантский взрыв, который бы расколол нашу планету на части, океаны бы вскипели, а поверхность Земли превратилась бы в раскаленную пустыню. Жизнь на нашей планете, такой, какой мы ее знаем, перестала бы существовать. Интересно, что Луна все же постепенно отдаляется от Земли примерно на 3-4 сантиметра каждый год. Это происходит из-за взаимодействия Луны с Землей и Солнцем. Но не стоит волноваться, этот процесс очень медленный, и Луна не улетит от нас в ближайшее время. Что ж, Луна не падает на Землю благодаря балансу двух сил – притяжения и центробежной силы. Этот космический танец позволяет нам наслаждаться красотой ночного неба и наблюдать за фазами Луны. Что мы знаем о лунной пыли? Представьте себе, вы стоите на Луне. Над вашей головой бескрайняя тьма просторов космоса. Планеты и звезды, до которых, кажется, можно дотянуться рукой. А под ногами у вас непривычная нам Земля, а пыль. Но не простая, а лунная. Она образовалась за миллиарды лет из-за постоянных космических бомбардировок и солнечного ветра. Лунная пыль по-другому называется реголит. Лунная пыль как космический песок, только очень мелкий и острый. Частички этой пыли настолько малы, что могут легко проникнуть в любую щель. И это создает серьезные проблемы для будущих лунных экспедиций. В отличие от земной почвы, лунный реголит не содержит органических веществ, поскольку на Луне нет атмосферы и воды, необходимых для поддержания жизни. Почему лунная пыль так опасна? Во-первых, она может повредить легкие, если ее вдохнуть. Во-вторых, она очень быстро изнашивает скафандры и оборудование. А еще она может вызвать статическое электричество, что тоже создает дополнительные сложности. Исследования лунного грунта начались, когда космонавты привезли образцы на Землю. Эти образцы до сих пор являются важнейшими источниками информации о составе и свойствах Луны, помогая ученым лучше понять ее геологию и историю формирования. Состав лунной пыли варьируется в зависимости от ее местонахождения, но в основном она состоит из кислорода, кремния, алюминия, кальция, магния и железа. Как же лунная пыль влияет на людей? Она является опасной для людей техники. Ее мелкие и острые частицы могут повреждать ткани легких, если их вдыхать, и создавать проблемы для скафандров и приборов, изнашивая их поверхности. Так что же нам делать с этой пылью? Ученые всего мира ищут способы защититься от нее. Возможно, в будущем мы сможем создать специальные материалы, которые не будут бояться лунной пыли. А может быть, научимся ее использовать с пользой для человека. Изучая интересные факты, мы узнаем о новых местах, событиях, людях и явлениях. Это помогает нам лучше понимать мир вокруг нас и становиться более эрудированными людьми. Помимо этого, знание интересных фактов просто делает жизнь более интересной и занимательной. Мир вокруг нас полон чудес и тайн. И чем больше мы знаем, тем больше мы ценим его красоту и разнообразие. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему пингвины не летают, а кошки не разговаривают? А если могли бы, как изменился бы наш мир? Впереди наша постоянная рубрика «Опрос». Потренируем воображение и зададим детям неожиданные вопросы. Если бы ты мог превратиться в любое животное на один день, какое животное ты бы выбрал и почему? Я бы превратилась в котенка, потому что он белый, пушистый и любит молоко. Я бы хотела превратиться в собаку, потому что они милые и красивые. Мне они очень нравятся. Я стала бы дельфином, потому что они плавают хорошенькие и голубые. Я бы превратилась в кролика, потому что я люблю серый цвет и они высоко прыгают. Я бы хотела стать тигром, потому что я их люблю и потому что они полосатые. Я бы хотел превратиться в обезьяны. Они очень хорошо лазят по деревьям. Я хочу стать львом, потому что он хищник и очень сильный. И практически он самый лучший. Я бы хотела стать львом, потому что они похожи на мегалодона, а мегалодон это очень сильная рыба. Даже сильнее всех, наверное. Лошадь, потому что я хочу научить возить на спине. Я бы хотела стать пингвином, потому что они много катаются и играют в снежки. Возможно. Я бы хотела стать осьминогом, потому что он мастер в прятках. Я бы стала козиком, потому что они милые, хорошие, пушистые. На сегодня это все, но наша программа уже работает над новым выпуском. Мы, как всегда, готовим для вас только интересные и занимательные факты. Любите науку, узнавайте новое, читайте энциклопедии и смотрите нашу познавательную программу «Дети большого толка». Пока-пока, увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!